ВОЛГОДСКИЙ ОБЛОСТНОЙ СУД Все, что нам нужно знать о нашем правосудии, вместо того, чтобы на мигающий зеленый сигнал спетофора мы должны снизить скорость и остановиться, оказывается, нужно ускориться и пролететь перекресток. Не знал. Видела, как проезжают пожарные машины с включенными маячками. Перекресток проехал и выключил маячки. И направился на базу на коммунистов. Специально проехала. Куда это он так торопится? Да еще и ночью. Как-то так. Хорошо, тогда экстренные службы следуют на вызовы со скоростью 40 км в час и стоят в пробках и на всех светофорах. Сам факт ДТП и любые упоминания об этой аварии на протяжении всего расследования и рассмотрения дела в суде вызывали общественный резонанс. Не исключением стала и новость об обвинительном приговоре. У одних вызвал откровенное недоумение, другие поддержали решение судьи. Суд приговорил Шилова Сергея Павловича признать виновным в совершении преступления, присмотренного частью 3 статьи 264 КРФ, назначен по данной статье наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года. На основании статьи 73 КРФ назначен наказание в виде лишения свободы и считать условным. Удивление – это уже реакция стороны защиты. Я приговором недовольна. Для того, чтобы принять решение его обжалования, мне нужно услышать мнение моего подзащитного. В должности пожарного Сергей Шилов прослужил 10 лет. В тот день поступил вызов на Архангельскую 9. Диспетчер сообщил о возгорании в одной из квартир. Объект сложный, девятиэтажный, одноподъездный дом, неудобные подъездные пути. Непонятно, что конкретно происходило в квартире. Прибыть надо было максимально оперативно. Максимально быстро. В городе в течение 10 минут мы должны прибыть к месту вызова. Под нарративным документом. Счет идет на минуты. Чем быстрее приехать и включать действия, будет больше возможности спасти чью-то жизнь. Перед перекрестком, рассказывает пожарный, занял правую крайнюю полосу. Притормозил, убедился, что его видят и пропускают. При выезде на перекресток, на самом перекрестке, как полагается, убедился. Посмотрел налево-направо. На том расстоянии, в моей видимости, все те транспортные средства, которые могут мне помешать проезду, уступают мне. После чего продолжил движение в прямом направлении. А потом удар и печальные последствия. Позже эксперты установят, эти транспортные средства могли вообще не встретиться. Суд указал, что в данной ситуации водитель автомобиля «Урал» пересекал перекресток, не имея преимущественного права движения. В это же время суд указывает в качестве доказательств заключение автотехнической экспертизы, согласно которому по отношению к водителю автомобиля «Фольксваген Соколову» водитель автомобиля «Урал» имел преимущественное право движения. Поэтому эти противоречия никак не оценены. Более того, суд искалковал их не в пользу Сергея. Поэтому, конечно, в данной части я обязательно укажу эти доводы в жалобе. Второй момент, с которым я не согласна в части приговора. Суд особое внимание уделил тому, что водитель автомобиля «Урал» притормозил. И расценил это, как будто недостаточно снизил скорость. Материалами дела установлено, что скорость автомобиля была «Урал» к моменту столкновения 28 км в час. При этом также установлено, что автомобиль разгонялся. То есть до какой степени нужно было еще снизить скорость, чтобы к моменту столкновения, когда он пересек уже три четверти перекрестка, двигаться 28 км в час. В то же время, опять же, в материалах дела и в приговоре имеется указание на заключение автотехнической экспертизы, из которого следует, что водитель автомобиля «Урал» не должен был останавливаться перед перекрестком. Никакой оценки данным доводом не дано. Кроме того, в судебном заседании выяснилось новое обстоятельство, которое было не установлено в ходе предварительного следствия. Свидетель пассажира автомобиля «Фольксваген» пояснила нам, что когда водитель автомобиля «Фольксваген» увидел, что на светофоре стал мигать зеленый свет, он увеличил скорость. Как нам известно, его скорость к моменту столкновения составляла 94 км в час. В материалах дела имеется заключение автотехнической экспертизы и масштабная схема, которая показывает, что 23 метра и 80 сантиметров автомобиль «Фольксваген» не доехал бы до перекрестка в то время, когда автомобиль «Урал» уже освободил бы перекресток. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в причинной связи с данным столкновением находится не действие водителя автомобиля «Урал», а именно действие водителя автомобиля «Фольксваген», который в полтора раза превысил допустимую скорость, чем поставил себя в такие условия, при которых не располагал технической возможностью предотвратить данное столкновение. Правила дорожного движения не содержат требований о том, чтобы водитель обязан исходить из того, что другие участники дорожного движения нарушают правила. Наоборот, сказано, что все должны соблюдать правила и действовать, исходя из знаков разметки в соответствии с требованиями правил. Не имеет автомобиль, хоть он и со спецсигналами, но встроенного радара. Такими способностями определить скорость не обладает никакой водитель. Поэтому, действуя добросовестно, водитель автомобиля «Урал», следуя на пожар, где загорелась квартира в большом многоэтажном жилом доме, имея своей целью спасать жизнь людей, безусловно, выезжая на перекресток, он убедился в безопасности. Правила содержат понятие, что такое убедиться в безопасности. Это оценить скорость приближающегося транспортного средства и расстояние до него. В данном случае водитель исходил из того, что автомобиль «Фольксваген» движется со скоростью 60. И оценив расстояние до приближающегося транспортного средства, он правильно, как нам потом подтвердил эксперт-автотехник, пришел к выводу, что траектории движения их автомобилей не пересекутся. Он уже проедет перекресток к тому моменту, когда «Фольксваген» только приблизится к нему. Разве он мог знать, что увидев зеленый сигнал светофора, мигающий, водитель превысит настолько значительно скорость? Конечно, не мог. Этого не может предполагать каждый. Если рассматривать вот эту ситуацию в масштабе, не говорить предметно о данном событии, то теперь каждый водитель, двигаясь со спецсигналом, не сможет отступить от требований правил дорожного движения. Потому что он должен исходить, что другие участники нарушат, следуя этому приговору, который мы намерены обжаловать. Ведь может кто-то выехать и на красный сигнал, даже если ты двигаешься на зеленый со спецсигналами, и любая другая ситуация, которую можно привести в пример. В данном случае я считаю, что в причинной связи находятся действия именно водителя «Фольксваген». Более того, конечно, Верховный суд многократно в своей судебной практике, в обзорах по конкретным делам разъяснял. Есть даже постановление Пленума Верховного суда по административным делам, но принцип доказывания по административным делам точно такой же, как и по уголовным. Разница только в последствиях, которые наступили. Так вот, Верховный суд неоднократно говорил о том, что если водитель нарушает правила дорожного движения, он никакого преимущества на дороге не имеет. Директор Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков два года назад возглавлял пожарную службу Череповца. Присутствовал на месте в день ДТП и пристально следил за исходом дела. В зале суда я был, да, и с материалами дела знакомился, и участвовал во всех следственных экспериментах, поэтому я отрицательно отношусь к этому решению. Данное решение 100% будет и уже обжалуется в Вологодском областном суде, поэтому я очень как бы сильно не удовлетворен данным решением. Я считаю, что данным водителем надо оправдать. Все руководители экстренных служб не раз подчеркивали, секунды промедления могут стоить кому-то жизни. И это не просто слова, а пустой езде с маяками могут рассуждать только теоретики, которым не приходилось работать в экстремальных условиях. Если пожарные не прибудут и произойдет возгорание в квартире, то, соответственно, скоро уже не зайти будут в очаг пожара и никого не спасти. Если скоро они прибудут, а пожарные прибудут, то, опять же, мы не наделены особыми знаниями для того, чтобы уже спасшего человека, но которому еще необходимо оказать первую медицинскую помощь, и он в итоге тоже может погибнуть, не получив современной помощи. То же самое и сотрудники ГИБДД, которые могут и должны перекрывать проезжую часть, если, соответственно, какое-то событие наступило, и где ей помощь необходима. Как подчеркивают сотрудники спецслужб, далеко не все водители в Череповце уступают дорогу спецтранспорту. Госавтоинспекция города Череповца на постоянной основе проводит мероприятия по выявлению данных нарушителей водителей, которые не пропускают машины с спецсигналами. Ну и при беседе с водителями выясняется, что есть категории лиц, которые на самом деле не услышали, не увидели машину с спецсигналом, но есть такие, которые умышленно не пропускают, не хотят пропускать. Непонятно, чем они это мотивируют. Хорошо учесть водителей, что за это нарушение у нас предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение водительского уступления. Принимая решение блокировать проезд спецтранспорту, водитель должен подумать, а может, скорая спешит к твоим родителям или случился пожар в твоей квартире. Полиция стремится на вызов к твоим дорогим и близким людям. Это может произойти и с вашими близкими, знакомыми, друзьями, которым срочно требуется помощь, и спасатели именно на эти вызовы торопятся. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе. Субтитры предоставил DimaTorzok